стальной хват россии привет подписчики на канале youtube привет все сочувствующие посматривающие вам тоже привет я анонсировал недавно в группе и на канале на ю тубе датчик качество закрытия эспандера в общем то но это маленькая подсказка как удобнее организовать свой хват для того чтобы кому-то там демонстрировать многие делятся своими результатами но к сожалению не у всех есть софиты супер прожекторы да и в общем-то видеокамера наличие хорошей качественной видеокамеры достаточно проблематично для многих людей а снимать на телефон ну сами понимаете к сколько бы телефон не выдавал пикселей мегапикселей все равно это не то качество что может выдать настоящая видеокамера поэтому когда у вас есть легкий эспандер и вы хотите позакрывать на количество и снять видео и всем показать до чего вы достигли какую выносливость вы уже имеете то первые закрытия ваши они будут со стуком и соответственно тут не надо никому ничего доказывать и показывать но когда вы перейдете в фазу тяжелых дожиманий то ракурс руки во-первых очень неестественный по отношению к камере то есть надо камеру так подстраивать чтобы рука была как-то на линии в общем-то вот именно по линии закрытия эспандера но и естественно так как вам уже тяжело силы на исходе молочная кислота в общем-то сковывает ваши связки ваши мышцы соответственно вы хотите или не хотите вы все интересно допустим вот здесь уже непонятно закрыли вы или нет стука нету мизинец загораживает естественно вы думаете что закрыли осмотрящий говорит что последних там 10 закрытий не было вот у вас начинается как-то проблемы с тем что вас недопонимают или не услышали поэтому вот спандер с хр на нем я покажу все что мы сделали точнее сделал мне человек два человека друзья мои кулибины владимир федорович и дмитрий владимир первый организовал это дело чтобы повесить некий датчик для закрытия но а дмитрий дима тебе привет большой подписчик нашей группе вот он мне это дело стал продвигать дальше значит первый датчик датчик качества закрытия я показываю очень близко потому что но я меня задавали вопрос буду я это делать или нет нет не буду это делать это очень частная вещь и на самом деле она настолько проста ну потому что я в общем общаюсь с дмитрием мидри говорит что это не сложно совершенно у вас есть друзья у друзей есть друзья есть масса ребята увлекающихся электроника или тут все очень элементарно самом деле в данном случае взято две пружиночки две тонких пружинки до чего угодно можно найти это не проблема есть всякие магазины фикс прайсы там можно чего-нибудь откуда-то оторвать он очень дешево это половинка стартера обыкновенный стартер в нём внутри магнитик батареечка магнитик чтобы этого дела можно было поставить и она как бы не вываливалась не болталась особо до два проводочка происходит фиксация контакт внутри батареечка замыкаем и зажигается света на данный момент получается что пока я стучу это ладно да то есть слышно слышно доступно если я буду на количество или просто на какие-то ускоренные дожимания делать в определенный момент у меня в общем то останется только одна поддержка световая и она и будет показывать фиксацию здесь замыкание происходит вот только здесь виде на мне даже видно пятно отражается вот вплоть до такого показа можно делать понимаете это на самом деле это очень просто сделать но одно но стальная стальная пружина и алюминиевые ручки должны быть изолированы это необходимое условие для датчика чтобы у нас были пружинки наверху они рукам не мешается никоим образом не мешается рукам и только при этом положении пружины изолированной от ручки можно сделать чтобы датчик был наверху закреплен но это сделано в моих эспандерах в эспандерах стальной хват россии в основном большая масса эспандеров большая масса произведенных эспандеров мире она имеет контакт то есть либо плохо проклеена потому что но я как бы прошу чтобы мне проклеивали очень тщательно даже если частично и проклеена и вроде бы изолированы ничего еще не зажглось то в процессе сдавливания и свет если появляется просто пружина внутри касается от нагрузки ручки алюминиевой и соответственно происходит касание и замыкание то есть вы ничего не закрыли свет зажегся здесь такого не будет здесь только в момент фиксации так как все-таки это модель к для модель вот этого датчика для изоляции для изолированных пружин от ручек то пошли дальше и дмитрий еще раз тебе спасибо каждый раз буду говорить тебе спасибо организовал вот такого качества опять же тоже пружинка но вот он сделал ее не такой широкую нашел здесь из проволоки в общем-то опять же все очень близко показываю выгнул конструкцию небольшую причем ребят это на самом деле попросить если у ребят золотые руки вот допустим у меня руки они серебряные поэтому я не могу такое сделать у дмитрия золотые и он спокойно это делает без напряга чуть-чуть вечер посидел и сделал это же вам один раз только сделать и она будет подходить под любые эспандеры только хотите вы что-то показать кому-то снять все то же самое если нет и апгрейд сделал термоусадочкой площадочку но полностью заизолировал стартера такая красивая получилась изделица огонечек это светодиод все тоже самое здесь проводок в термоусадочке все очень прочно сделано можно это естественно других размеров батарейку можно и трехвольтовую ставить можно маленькие две штуки которые часовые соответственно размер уменьшить но нужен какой-то магнитик чтобы это делать держалась вот так и здесь площадка магнитная магнитная маленькая тоненькая лента магнитная шиночка скажем так вот многие скептики говорили что это значит фиксация происходит не так не доставая ручки ручек посмотрите внимательно насколько это расстояние расстояние вот она в общем-то минимум минимальная соответственно но я на моем эспандере это показываю здесь и можно было бы наверху только одни ставить датчики до без датчика внизу но будем представлять что это эспандер которого нет изоляции пружины с ручкой но вот так будет происходить опять же вот она касания да и соответственно покажу на левой руке видите то есть только если я касаюсь если я ручек ручки ручкой не касаюсь то соответственно у нас светодиод не зажигается и касание нет фиксации нет опять же так как это внутри все сделано вот это сама конструкция покажите своим друзьям сами попробуйте сделайте у вас получится в общем не сложно вот видите да коснулся есть закрытие это значит для сделан вот такой вот датчик не я никому ничего не навязываю ребят только все показываю есть желание делаете нет желания продолжайте пытаться на треморе показать фиксацию когда рука дрожит когда эспандер целевой когда вы его вот первый раз закрыли вам хочется явить мирую это закрытие камера не ухватит этот момент вашего закрытия ручек и даже не свет ничего не поможет то есть это тогда надо обращаться в крым саша он самый главный специалист грызюк саша по качеству показа без датчиков съемок для этого он выбрал кофе определенного цвета супер разрешение камеры софиты работают промышленное оборудование и так далее вот саня вам тогда подскажет как это делать но это очень тяжело надо будет сани вызывать а вот здесь в общем то можно будет просто попросить друга или самому это собрать поняли это значит если пружина и ручка имеют общий контакт не изолированы и вот вчера дмитрий мне вилх 3 3 3 изделия она сделана на основе вот такой штучки на алиэкспрессе это стоит безумных денег страшно безумных денег в районе 40 там 5 рублей видите здесь как написано фингер и так далее да вот покажу поближе без этикетки если вы будете заинтересуетесь и будете заказывать что это такое так как это фингер а фингер это палец это электронный счетчик для людей которые хватом не занимаются а вяжут вяжут на спицах это одевается на палец защелкивается на пальчик и вы когда делаете новую петлю вы нажимаете кнопочку покажу что будет происходить раз и смотрите отсчет когда я включил пошел не с нуля эта вещь еще и запоминает то есть она отключается в режиме ожидания если вы заново ее берете она начинает считать продолжать считать да вот они все закрыты 4 35 и так далее надо обнулиться нажимается вот эта кнопочка удерживается и выставляется нули так вот дмитрий увидел эту штучку сказал иваныч надо приобрести я покажу что можно еще придумать для людей которые закрывают на количество для тех которые хотят контролировать может быть за сутки свое закрытие за определенный интервал времени и так далее ребят вот это отделе штуку все очень элементарно застегнули сюда мы дмитрий вел эти два контактика вот они нас в основании ручек и поставили счетчик единственное эту кнопку он заглушил то есть она теперь не нажимая а мы теперь можем вот показываю видите идет подсчет так вот нажать здесь невозможно да то есть вот они троечка эта кнопка не нажимается и здесь нет микро дожимов здесь ничего не будет происходить если вы закроете вы закроете одной рукой и будете вот закрыл четверочка зажглась но вот эти он подсчеты делать не будет то есть четверочка горит и он не считал дальнейшей подсчеты только при полном раскрытии эспандера то есть только для закрытия стены с некое сопротивление там поставлено но это уже частности можно будет если кто-то заинтересуется у дмитрия узнать я вам могу на него потом дать выход он расскажет что было применено как это он сделал то есть это для закрытия стены с или можно конечно в руках держать но полное раскрытие раскрыли закрыли пятерочка да опять закрыли шестерочка закрыли семерочка и так далее если вы это оставите и он идет дежурный режим то взяв опять эспандер в руки вы будете на этой цифре это можно вам в принципе попробовать за день позакрывать эспандер на количество здесь разрядов очень много тут будет десятки тысяч закрытия поэтому в общем то опять же для вашего вашего развития для вас вот это придумано дмитрием ему огромное спасибо еще раз привет что ты следующее дело еще не знаю но скоро наверно уже будет самостоятельно просто ручки закрываться вот такое изделие в общем то можно показывать без световой поддержки а сколько раз ты закрыл вот он и зафиксирует это количество раз оно не мешает вообще ничем можно нормально спокойно класть на стол положили закрыли положили закрыли положили закрыли вот я сейчас сделал три раза было 7 должно быть 10 все совпадает вот так вот такие агрегаты посередине если ручка изолирована от пружины вот этот если у нас общий контакт выводится датчик на кончик и счетчик подсчета закрытий вот такие три изделия стальной хват россии и вел миру вот ребят вам здоровья есть желание делайте нет желания не делайте но поверьте когда вы сделаете это вы поймете о чем я говорил о чем рассказал очень дисциплинирует очень помогает с этим можно в общем то придумать всевозможные тренировки то есть вам не надо отвлекаться он за вас все будет подсчеты все вести вы будете просто смотреть на дисплей сколько раз вы закрыли в течение дня выстроить схему тренировок даже в течение месяца если вы на определенный эспандер повесите ну вот как то так вот ребят такие эспандеры стальной хват россии всем здоровья добра благополучия это не навязывание это вам только рассказ о том что можно сделать как это организовать чтобы облегчить ваши тренировки хвате пока добра здоровья всеми еще раз а